добрый день дорогие друзья мы сегодня вновь с вами в прямом эфире мы продолжаем серию передач о продукции дэнас на фаберлик тв и сегодня у нас с вами тоже будет серьезный разговор разговор о здоровье разговор об аппаратах разговор о наших новых возможностей для помощи себе своим близким своему окружению и давайте я начну с приветствия со знакомства меня зовут андрей власов я директор медицинского центра дэнас я уже очень много лет занимаюсь технологиями динамической электронерростимуляции и сегодня я расскажу вам немножко о методе в целом что такое дэнс терапия и конечно акцентность у нас сегодня будет на универсальном аппарате дэнас пкм ну давайте все по порядку что такое динамическая электронерростимуляция это метод физиотерапии который основан на воздействии на наши биологически активные зоны точки на рецепторы кожи слабыми электрическими токами слабыми электрическими импульсами это самостоятельный метод физиотерапии который с успехом применяется как в домашних условиях так и в условиях лечебных учреждений если говорить о вообще линейке аппаратов дэнас то это довольно большой набор который мы с определенной долей условности делим на аппараты универсальные да то есть это аппараты дэнас пкм аппараты специализированные кардио остеокосма и аппараты которые мы советуем применять профессионалам в лечебных учреждениях это аппарат дэнас комплекс и аппарат дэнас вертебра сегодняшняя наша тема будет еще раз повторяю до знакомства с аппаратом дэнас пкм но продолжаем о дэнс терапии особенности этого метода в чем его преимущество перед другими физиотерапевтическими методами ну конечно прежде всего это высокая эффективность которая помогает получает результаты при широком спектре заболеваний то есть очень широкие показания для применения дэнс терапии это безусловно простота и доступность выполнения процедур высокая эффективность метода и применение аппарата в том числе в домашних условиях помогают решать очень многие проблемы снижая в том числе потребность в медикаментозных препаратах и таким образом уменьшая общую стоимость нашего с вами лечения на чем же основаны вот эти лечебные эффекты аппаратов для динамической электронейростимуляции каковы же основы ну как вот мы врачи говорим физиологического да вот механизма действия вот этих электрических токов но если говорить научным языком да а у нас сегодня с вами будут так сказать немножко такая потребность говорить о медицинских терминах это прежде всего влияние на местные процессы функционирования нашего организма а это конечно прежде всего кровоток да а мы сами хорошо понимаем да что любой наш орган любой наш любая наша ткань любая наша клетка нуждается в притоке крови для нормального функционирования и если мы улучшаем местный кровоток соответственно мы улучшаем функционирование тех или иных органов на которые мы с вами оказываем воздействие второй местный механизм это заживление репарация да если ткань повреждена до например рана перелом или воспаление то соответственно ускоряются процессы заживления ускоряются процессы репарации это все также связано с улучшением регионального местного кровотока соответственно мы получаем вот эти эффекты связанные с репаративными функциями функция на местном уровне блокирования болевых импульсов да что это значит это значит что если мы испытываем какое-то болевое ощущение да а это может быть травма это может быть перелом это может быть воспаление какая-то другая причина для появления боли по сути дела боли это поток нервных импульсов и воздействие аппаратом дэнас мы как бы добьем дополнительные электрические импульсы которые в свою очередь блокируют проведение болевого импульса а пациент в результате такого блокирования ощущает уменьшение болевого ощущения то есть боль уменьшается еще один эффект местный это улучшение нервно мышечной передачи да что это значит это значит для того чтобы все наши мышцы работы любые наши мышцы работали они должны получить электрический импульс и вот этот переход этого импульса с нервного волокна на мышечную ткань очень важен с точки зрения нормального функционирования всей двигательной системы это касается не только нашей скелетной мускулатуры этой касается гладкой мускулатуры например желудочно-кишечного тракта был бронхолегочной системы и так далее если мы улучшаем вот эту нервно мышечную передачу соответственно мы регулируем работу вот этих органов которые имеют мышечные компоненты в своих структурах если говорить об общих эффектах денс терапии то здесь конечно важный эффект ну я вот назвал это реорганизация функционирования центральной нервной системы до центральная нервная система это очень важная система в нашем организме она участвует в регуляции практически всех процессов которые в данный момент в нашем организме происходит сердце бьется желудок что-то переваривает легкие дышат всеми этими процессами в том числе управляет центральная нервная система и если мы имеем вот такой центральный механизм улучшения функционирования вот этой центральной нервной системы мы говорим об универсальной регуляции всех функций нашего с вами человеческого организма говоря продолжая общие эффекты давайте вспомним с вами седативный это успокаивающие до другими словами эффект ну безусловно тут тоже говорить много об этом наверное не стоит до стрессовой ситуации это то что сопровождает нас практически повсеместно посмотреть еще один эффект повышения порога болевого порога дело в том что мы с вами постоянно имеем какие-то воздействия на наш организм и если порог вот этой болевой чувствительности у человека снижен то он даже какие-то слабые импульсы какие-то слабые повреждения воспринимает как чрезвычайно болезненные если мы контролируем вот этот порог восприятия боли значит мы адаптируем этот организм к ситуациям которые могут сопровождаться болевым ощущением ну и конечно очень важный момент это оптимизация работы иммунной системы это еще одна важная система нашего организма которая осуществляет защиту организма от внешних неблагоприятных факторов это и воздействие микробные какие-то вирусные это и воздействие повреждения скажем переохлаждение или наоборот перегревание то есть изменение окружающей температуры окружающего воздуха вот иммунная система это страж нашего организма она защищает нас от чрезмерных вмешательств и позволяет организму справиться вот с этими угрозами повышая вот эту иммунную защиту до модулирую как бы работу иммунной системы а мы можем это делать аппаратами через стимуляцию рецепторов кожи мы оказываем такой общий центральный эффект на весь наш организм в целом и исходя из вот этих общих механизмов давайте поговорим буквально и коротко о эффектах которые возникают в организме под воздействием вот этих наших слабых электрических токов которые мы с вами получаем когда ставим аппарат на кожу но конечно один из самых таких важных и видных эффектов это эффект обезболивающий но не надо говорить наверное каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал боли знает что это такое знать как это неприятно и как мы всегда хотим от этого избавиться старые клиницисты говорили так боль это крик организма о помощи то есть вот этим болевым ощущением наш организм просит помоги и соответственно воздействия вот этими нашими импульсами тока мы получаем вот этот обезболивающий эффект что же в итоге будет происходить значит по сути дела мы с вами получаем возможность индивидуального подхода к лечению острой и хронической боли а болеть может все что угодно этой голова и печень и желудок и кости суставы и так далее очень важный момент это восстановление после травм и операции очень важно ведь не просто чтобы боль прошла надо чтобы ушли причины появления боли и имея вот такой обезболивающий эффект имеете механизм о которых я уже начал говорить мы воздействуем на вот эти причины появления боли в целом изменяя течение заболевания делая это заболевание так сказать ну легче переносимым пациентам очень важно что мы можем вот эти болевые эффекты противоболевые эффекты получать вот как мы в медицине говорим по требованию то есть тогда когда это надо и вот здесь конечно очень важен вот этот принцип домашней физиотерапии о чем мы с вами сейчас конечно прежде всего и говорим да не тогда когда будет работать поликлиника там или физкабинет или врач там будет доступен чтобы оказать вам помощь а тогда когда эта ситуация у вас возникла в быту в транспорте еще где-то вы имеете под рукой способ помощи себе близким тогда когда это надо то есть помощи по требованию очень важный момент из противоболевого эффекта от такой аспекта этого эффекта отсутствие привыкания к воздействию током ток который вырабатывает аппараты носят такой динамический изменчивый характер да и соответственно вот этот стимул он все время изменяется 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 и нервные рецепторы не успевают как бы к нему привыкнуть и вот это отсутствие адаптации то есть привыкание позволяет нам применять вот этот наш наши воздействия в том числе получения вот этого противоболевого эффекта длительное время а когда это необходимо это необходимо прежде всего в лечении хронических заболеваний тогда когда нам нужно не просто боль убрать а изменить само течение этого заболевания но к сожалению в нашей практике и во врачебной да и в нашей повседневной практике хронические болячки встречаются чаще чем острые ну а лечить эти болячки конечно в целом труднее и вот здесь отсутствие привыкания нам помогает эффекты получать следующий эффект противовоспалительные что такое воспаление да тоже понятно да то есть воздействие какими-то чужеродными микроорганизмами до бактериями вирусами там грибами чем-то еще до вызывает в нашем организме ответные реакции и вот такой ответной реакции является именно воспаление по сути это защита защита организма а вот этих неблагоприятных воздействий если организм ну условно говоря силен да если его иммунная система работает нормально если все процессы вот о которых мы с вами сейчас говорим работают стабильно воспаление победа над микробом выздоровление вот так должен идти в норме воспалительный процесс но к сожалению опять же в тех условиях которых мы находимся стресс экологии так далее можно долго перечислять организм ослаблен и воспаление вместо того чтобы закончиться выздоровлением очень часто переходит в хронические стадии и мы имеем уже хронического больного что в этом случае делать в этом случае нужно модулировать защитные силы организма для того чтобы воспалительные процессы протекали качественнее быстрее менее затратно с точки зрения энергетических каких-то потерь менее затратно с точки зрения исходов чем она закончится вот это воспаление и поэтому имея вот такой выраженный противовоспалительный эффект дэнс терапии мы помогаем организму лечить огромное количество заболеваний это и простудные это и патология опорно-двигательного аппарата до суставы например тоже могут воспаляться это патология желудочно-кишечного тракта и гастрит и колит и всевозможные другие виды воспаления репродуктивная система и прочее прочее воспаление процесс универсальный он может поражать многие органы и системы я бы особенно отметил среди противовоспалительного эффекта его преимущество это вот это третье вот это вот колоночка наша это реабилитация часто болеющих детей эта информация конечно будет прежде всего интересна де семям которых есть маленькие дети да вот мы с вами хорошо знаем там да вот ребеночек там родился да пока папа мама там бабушки дедушки все и растет и здоровенькие все хорошо как только мы начинаем его отдавать в садик там куда-то в школы до в детские коллективы он начинает до больничные болеет и так далее что с происходит организм ребенка встречается с неблагоприятными факторами внешними которых не было у него раньше и его организм не готов к отвержению вот это до защите от этой чужеродной агрессии вот этот противовоспалительный эффект нам позволяет преодолевать вот эти проблемы и здесь мы можем говорить уже и о лечении когда уже вот это воспаление там простудная какая-то ситуация с гайморитом с и еще с чем-то случилось но и чрезвычайно важно в этом случае говорить о профилактике то есть подготовки организма ребенка к там походу вот в это детское дошкольное учреждение в школы в какой-то детский коллектив есть возможность у дэнс терапии тоже это делать благодаря наличию вот такого выраженного противовоспалительного эффекта ну и еще один аспект среди противовоспалительных эффектов противовоспалительном эффекте мне бы хотелось отметить восстановление после антибиотикотерапии дело в том что сейчас она к сожалению так происходит мы врачи тоже не очень это любим и наверное каждый из так сказать ну так взрослых людей которые занимаются и думают о своем здоровье знаешь у антибиотики да вот как бы как бы поменьше их применять да но дело в том что все равно очень широко в современной медицине применяется антибактериальная терапия дело в том что в этом случае обязательно нужно говорить не только о условно для ликвидации вот этих патогенных микробов нужно говорить о реабилитации восстановление самого организма после этой антибиотикотерапии потому что антибиотики действует не только на патогенную флору они действуют и на нормальную на полезную флору организма а это опять же тот же защитный механизм защитный фактор который нам жизни должен в норме помогать и вот эти реабилитационные программы уже тоже такая уже вторичная как бы профилактика да мы говорим сейчас об этом помогает нам противовоспалительный эффект получать вот эти возможности следующий эффект эффект противоаллергический ну конечно чрезвычайно актуальная проблема туда же наверное говорить не надо количество людей которые не переносят те или иные воздействия это может быть и лекарства это может быть продукты это могут быть какие-то запахи это могут быть те же животные домашние и так далее растения цветущие что-то еще таких людей становится все больше и больше и наверное сложно здесь как-то спорить в отношении того что вот эти аллергические реакции существенно ухудшают качество жизни пациентов а иногда и несут собой прямую угрозу не только здоровью но и самой жизни такого пациента да вот из такие жизнеопасные аллергические проявления например анафилактический шок аппараты дэнстерапии имея вот этот а без антиаллергический дак противоаллергический эффект с одной стороны позволяют быстро помогать если это аллергическая реакция уже случилось и собственно говоря мы уже имеем этот эту клинику до аллергии но посмотрите очень важно второй момент это предупреждение например тех же сезонных обострений если человек знает что например там час весна что-то зацветет и у него на это цветение могут появиться какие-то аллергические реакции он должен загодя до того как это зацвело он должен готовить свой организм к встрече с этим аллергеном противоаллергический эффект дэнстерапии помогает нам это делать еще один момент из противоаллергического эффекта это помощь пациентам которые не переносят лекарственные препараты к сожалению это огромная проблема современной медицины надо лечить надо назначать препараты а человек не переносит те или иные препараты что делать да как помогать если мы назначим этот препарат у него аллергия мы вызовем риск для самой жизни человека если мы не будем его лечить значит заболевание может быть угрозой дэнстерапия вот в этих случаях может быть альтернативой вот такой медикаментозной терапии и условно говоря ну вы знаете вот есть такой принцип лучше что-то до чем ничего вообще да если помощь такая будет по причине аллергии невозможно вот в этих случаях мы помогаем очень активно нашим методом ну и конечно в том числе лечение хронических аллергических реакций это вот как раз те уже заболевания которые в основе имеют вот эти аллергические механизмы это тоже бронхиальная астма это целый набор заболеваний кожных до при которых вот эта хроническая аллергия является ведущим таким патогенетическим фактором это огромное количество так называемых аутоиммунных заболеваний очень тяжелых до которые тоже имеет вот такой компонент в своем механизме соответственно под курсовое здесь конечно уже лечение то есть длительная систематическая с повторными курсами это конечно все можно сделать только в домашних условиях потому что ни одна поликлиника ни один стационар нам такого уже лечения не сможет предоставить мы имея вот этот противоаллергический эффект помогаем и таким пациентам следующий эффект эффект сосудистый да вот мы его назвали сосудистый эффект что сюда входит это в целом улучшение кровотока причем на уровне прежде всего мелких сосудах мы говорим о микроциркуляторном русле улучшается и венозный и артериальный кровоток то есть в целом гармонизируются процессы кровоснабжения до всех органов и тканей это коррекция артериального давления да то есть это та же большая группа пациентов с нарушенным артериальным давлением которые как мы говорили уже сами прошлый раз влекут за собой риски развития многих серьезных осложнений ну и из сосудистого эффекта их можно долго перечислять и много не говорить я еще отдельно выделил группу проблемы группу заболеваний это больные с сахарным диабетом которые конечно имеют множественное поражение сосудов с поражением практически всех внутренних органов систем и соответственно осложнение вот этого сахарного диабета это тоже тема показания для применения аппаратов динамической электронейростимуляции но коротко остановлюсь еще разочек на эти стрессовом эффекте да мы начали уже об этом говорить о седативном эффекте и помимо того что просто мы как бы условно говоря помогаем организму справляться вот с этими стрессовыми ситуациями особенно в условиях хронического стресса но мы здесь можем с вами говорить и о улучшении сна коррекции эмоциональных нарушений это очень важно да особенно это наверное важно молодым людям да у которых так сказать еще эмоции зашкаливают а очень важно уметь контролировать свои эмоции без потери для здоровья повышение работоспособности восстановление после физического эмоционального напряжения травм операции заболеваний и так далее еще один важный аспект важная возможность важный эффект это возможность применения аппаратов динамической электронейростимуляции в качестве первой помощи при неотложных порой жизни опасных осложнениях ну прежде всего конечно это первая помощь при травмах да то есть мы можем помогать при каких-то тех же болевых ситуациях до при повреждениях различного вот такого травматического происхождения но посмотрите второй момент это помощь при угрожающих жизни состояниях и мы с вами в общем живем таких социальных социальной среде нас окружают другие люди и мы можем в какой-то ситуации стать свидетелями когда близкий человек или совсем незнакомый человек оказался в сложной ситуации у него судороги у него потери сознания у него например тот же гипертонический криз да и тепловой удар или что-то еще травма та же самая как поступать в этих ситуациях если мы просто мимо проходим и у нас ничего в руках нет ну да мы поохали поахали и как говорится скорую вызвали ждем но если у нас в руках аппарат динамической электронейростимуляции то мы можем с вами зная программы зная простейшие методики мы можем оказывать вот такую до врачебную помощь вот таким пострадавшим и пациентам и посмотрите ведь в на слайде у меня перечислено несколько этих состояний ту души там отек венки гипертонический криз здесь можно продолжать и судороги все и вот эти состояния они подчас являются жизни опасными состояниями и если в этой ситуации своевременно помощь не оказывать то мы говорим даже ведь не только о здоровье но мы говорим о самой жизни вот этого пострадавшего конечно очень важно и в социальном плане такой эффект аспект динамической электронейростимуляции тем более что аппараты можно применять в любом месте в любое время самое главное чтобы он оказался у вас под рукой вот в этих сложных ситуациях я сейчас рассказал вам в целом о эффектах динамической электронейростимуляции и все вот эти эффекты в так сказать полном наборе в полно так сказать исполнении в полной гамме этих эффектов реализованы в универсальном аппарате для динамической электронейростимуляции аппарате дэнас пкм вот сейчас мы будем о нем с вами более подробно говорить будем говорить о возможностях этого аппарата будем говорить о том как его наиболее эффективно применять в тех или иных ситуациях но конечно я сразу хочу сказать что сегодня не будет у меня к сожалению возможности говорить о каких-то уже готовых методиках потому что и время у нас достаточно ограничены эфиры и цель у нас немножко другая и где эту информацию получить я конечно вам обязательно скажу сегодня более подробно чуть ниже но давайте начнем знакомство с аппаратом дэнас пкм с универсальным аппаратом для динамической электронейростимуляции в чем же его удобство применения ну конечно прежде всего наверное это возможность применения одной из двадцати четырех автоматизированных программ стимуляции в самом аппарате заложены вот эти 24 программы я чуть вперед пройду потом вернусь посмотрите вот этот перечень программ да я не буду и все перечислять но здесь наиболее конечно актуальные проблемы которые могут быть вот у нас или у наших близких людей это и болевые ситуации причем разной степени выраженности боли есть программы до аллергия гинекологическая боль гипертония головная боль нарушение стула до диарея и не наоборот затрудненные опорожнение кишечника это кашель эта потенция насморк суставы тошнота и так далее вот эти 24 программы это наиболее часто встречающиеся в нашей повседневной практике состояние которые имеют в аппарате дэнас пкм автоматизированный подход то есть нужно знать свою программу нужно выйти в эту программу в меню аппарата и аппарат уже сам задаст параметры стимуляции частоты да все это будет уже автоматически задано нам только нужно будет выполнять все рекомендации которые на экране меню будут отражаться помимо этих 24 программ конечно есть программы возможности установления частот параметров стимуляции в ручном режиме когда мы уже с вами освоим хорошо дэнс терапию пойдем на школы поучимся да будем знать технологии будем знать все возможности частотного воздействия мы будем в ручном режиме выбирать ту или иную частоту для уже создания такой индивидуальной программы лечения для каждой конкретной ситуации в аппарате дэнас пкм есть возможность применения аппарата у детей так называемая функция или меню детский доктор конечно вот эта функция будет интересна тем семьям у которых есть маленькие дети вот если есть маленький ребенок есть аппарат в этой семье ребенок может выступать в качестве пациента да если у него будут какие-то проблемы и вы тогда вот этой функции детский доктор выберите по возрасту нужную возрастной вот этот нужный интервал по возрасту вашего ребенка и аппарат уже ограничит параметры стимуляции для того чтобы вы случайно не могли там какие-то избыточные там мощности например выставить в этом аппарате и условно говоря не получить каких-то неблагоприятных ответных реакций со стороны ребенка но если у вас аппарат будет в семье вы когда-то столкнетесь с такой ситуацией что ребенок и сам берет в руки аппарат мало того он сначала в качестве игры а потом уже и так сказать в качестве доктора да он может сам себе или допустим даже папе с мамой проводить какие-то процедуры и вот ребенок нажимая кнопочки может там как-то нечаянно выдать какие-то раздражающие параметры стимуляции чтобы этого не случилось вот эта функция детский доктор устанавливается аппарат ограничивает в этом случае мощность стимуляции и вы совершенно безболезненно безопасно для ребенка можете применять даже у детей первого года жизни я уж не говорю о более старших детях да вот эту терапию с учетом вот этой функции детский доктор есть в аппарате возможности визуализации зон воздействия конечно тоже очень удобно во первых очень понятный интерфейс очень понятно меню навигация по этому меню любой человек который ну условно как вот освоил мобильный телефон он достаточно быстро за несколько минут может освоить и работу аппаратом дэнас пкм он сам сути так сказать вот в реально подсказывает что нужно делать нужно просто смотреть на экран и выполнять все так рекомендации меню аппарата аппарат дэнас пкм выпущен в мультиязычном исполнении вот это наверное будет интересно и для наших дистрибьюторов наших консультантов которые работают с зарубежьем отправляют аппараты в различные страны аппарат дэнас пкм имеет возможность установки пяти языков это конечно русский английский немецкий французский итальянский да и соответственно все меню аппарата будет показываться на выбранном вами языке и соответственно конечно англоговорящим например пациентам гораздо проще будет в этом случае освоить вот эту модификацию аппарата дэнас пкм как реализуются несколько слов более подробно расскажу как реализуются вот эти самые автоматические лечебные программы то есть ну вот например например вот взяли мы с вами проблему суставы да и вы видите на экране до меню вы вышли в раздел суставы до подтвердили свой выбор на экране у вас загорается зона куда нужно поставить аппарат вы задаете мощность эмуляции и соответственно идет воздействие в данной зоне если надо сменить зону аппарат дает сигнал меняется картинка на дисплее вы посмотрели на экран и переставили соответственно электроды во вторую зону или например вот один из тоже примеров программа аллергия да например тоже да вот какие зоны нужно обрабатывать если у пациента имеется хроническая аллергия да и горит на экране картинка да то есть надо поставить аппарат в данном случае на область печени да вот нарисовано здесь и соответственно следующие зоны будет воздействие на область второго шейного позвонка то есть по сути дела сам аппарат подсказывает вам где нужно устанавливать электроды да вот сейчас на экране как раз вы видите вот этот пример работы программы аллергия да тоже нужно внимательно выполнять все указания меню аппарата ну аналогично работает например гинекология тоже дать для примера то есть куда нужно ставить электроды все в аппарате нарисовано задаете мощность индивидуальную для пациентки и соответственно работайте на нужных зонах даже аппарат еще и подсказывает что в каких-то местах можно воздействие проводить выносными электродами вот сейчас как раз мы о них с вами и чуть-чуть подробнее поговорим потому что ну бывают ситуации когда даже самому себе например не очень комфортно обрабатывать те или иные зоны да например где-то на спине там или на стопах да иногда бывают люди пожилые там с избыточным весом сложно да как то вот самому себе обработать ту или другую зону вот для удобства процедуры для упрощения самой процедуры денс терапии разработаны созданы выносные терапевтические мы их называем электроды и в этих к этой группе от устройств относятся дэнас аппликатор да то есть это специальные и столько проводящего материала такие с конструкции до который подключается с помощью кабеля к аппарату dance терапии да в нашем случае это будет аппарат дэнас пкм и соответственно устанавливается уже вот этот аппликатор на ту или иную зону для удобства выполнения процедуры есть электрод дэнас очки то есть этот электрод накладывается на область вокруг глаз да то есть надевается в виде очков точно также он подключается с помощью кабеля к аппарату и идет стимуляция биологически активных зон вокруг глаз да это и лечение зрительных нарушений этой седативный эффект коррекция нарушенного сна да вообще вокруг глаз у нас очень много находится биологически активных точек которые по сути дела помогают решать проблемы практически всего организма в целом это и массажные электроды да то есть два электрода это с такой площадкой до для проведения косметических процедур например да с какими-то с нажатием да какие-то целлюлитные например зоны или такой игольчатый электрод для воздействия на область волосистой части головы да для лечения проблем неврологического плана подводя итог так сказать вот этой части нашего разговора да о вообще возможностях динамической электро нейростимуляции еще раз подчеркну что преимуществами технологии динамической электро нейростимуляции является ну это по сути дела безопасность процедур именно поэтому мы с вами говорим о домашнем применении причем аппарат может применяться как у взрослых так и у детей различных возрастных групп для применения аппарата не требуется специальных условий до для проведения процедур то есть по сути дела он может применяться в тех ситуациях когда в этом есть потребность отсутствие привыкания и соответственно возможность применения длительного курса лечения это важно при хронических заболеваниях и минимум противопоказаний если сравнивать дэнс терапию с другими физиотерапевтическими методами лечения я хочу некоторую часть времени потратить на то чтобы но достаточно бегло рассказать об областях применения аппаратов для дэнс терапии и я считаю ну наверно важным и для меня и для нас с вами доказательства эффективности метода да потому что много сейчас идет информации различные по всем каналам так и сми и рекламы телевидение и так далее радио и прочее огромное количество различных аппаратов нам нужно понимать возможности каждого метода который мы хотим у себя применить но в нашем случае мы говорим конечно о доказательности эффективности аппаратов для динамической электронеростимуляции так вот если переходить к областям применения и говорить о доказательности эффектов то конечно огромное количество показаний это прежде всего заболевания костномышечной системы до которые применение аппаратов нам помогает жить без боли ограничений при заболеваниях шеи и спины суставов мы можем и должны заниматься восстановлением реабилитации после перенесенных травм заболеваний воспалений и так далее и в качестве примера я приведу вам одно исследование которое проводилось в екатеринбурге на кафедре пропедевтики внутренних болезней нашего медицинского университета динамическая электронеростимуляция в лечении больных с остропаротическими переломами позвонков но наверное слышали что такое остеопороз да когда кальция в костях содержится мало и соответственно вот эти косточки до такого человека становятся очень хрупкими а чтобы такой пример да я попрошу вернуться к слайду и вот что такое остеопороз да вот женщина нормальная до женщина чуть-чуть возраст и посмотрите уже появилась некоторая сутулость спины и вот эта женщина уже в таком более зрелом возрасте вот что такое остеопороз у нее не было еще травм никаких но кости уже слабая позвоночник уже начинает изменяться а что такое переломы остропаротические позвонков тем более да это когда минимальные травмы способствуют или могут приводить к переломам сразу многих позвонков это вызывает конечно существенно выраженные боли в спине и в позвоночнике и по сути дела вот такие переломы инвалидизируют пациентов существенно ухудшая качество их жизни и вот сравнивали исследователи применение аппаратов дэнс терапии с эффектом плацебо мы видим разницу между цифрами вот такого сиреневого цвета до 80 процентов значительное улучшение боли уменьшение боли в грудном отделе позвоночника в сравнении с плацебо всего 47 процентов и посмотрите что происходит в поясничном отделе да здесь меньше эффект потому что и боли здесь в этом случае тяжелее и труднее лечиться и сильнее беспокоит но тем не менее в 61 проценте случаев получили значительно уменьшение боли посмотрите какие простые процедуры делались в этом исследовании вот аппликатор фиксировался на место боли подключался к аппарату 30 минут проводила стимуляция и мы получали 61 процентное значительно уменьшение боли вот у таких тяжелейших пациентов средний возраст пациентов в этой группе был 76 лет да то есть это больные уже такого зрелого преклонного возраста применение дэнс терапии в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы дает нам возможность коррекция артериального давления ту же профилактику осложнений сахарного диабета комплексная программа профилактики лечения атеросклероза а за атеросклероз это риск развития инфарктов инсультов сердечной недостаточности до других жизнеопасных проблем с органами сердечно-сосудистой системы и мы в прошлый раз с вами подробно говорили об аппарате дэна с кардио поэтому я не буду сейчас повторяться в доказательности эффективности мы много об этом прошлый раз говорили поэтому я перейду к следующему разделу это заболевание нервной системы и здесь мы можем лечить те же состояния сопровождающиеся болевыми синдромами этой невралгии невриты головная боль это реабилитация пациентов допустим после перенесенных инсультов антистрессовая терапия да и набор технологий динамической электронерростимуляции нам позволяет вот эти проблемы решать но акцент у нас сегодня с вами на аппарате дэнас пкм в качестве примера доказательности эффективности я хочу привести одно исследование которое привык проводилась в новосибирском медицинском университете вот эта работа легла в основу кандидатской диссертации которая по дэнс терапии готовится и сравнивали исследователи врачи клиницисты сравнивали восстановление функций и вообще самочувствие пациента в остром периоде ишемического инсульта и под посмотрите боль в конечностях без аппарата в 1 6 десятых раза это медикаментозная терапия давала применение дэнс терапии добавляет эффект почти в пять раз уменьшается боль при применении аппаратов дэнс терапии воспалительные проблемы да если не назначается физиолечение а просто проводится сосудистая терапия которую неврологи таким больным повседневно назначают то практически воспаление на этой противососудистой терапии не меняется если мы подключаем аппараты дэнс терапии скорость вот этих воспалительных процессов показатели вот этого воспаления до уменьшаются в два почти в два раза в сравнении с группой контрольной посмотрите важный показатель риск тромбозов то есть это риск повторных инсультов в полтора раза этот риск уменьшается при включении дэнс терапию в рекомендации по лечению этих пациентов в этом исследовании применяя принимали участие 96 пациентов после ишемического инсульта и вот эти результаты которых я вам сейчас говорил получены всего-то навсего после 10 дневного курса лечения процедуры были чрезвычайно просты воздействия с аппаратом на зону шейно-воротниковую чередовали с пояснично-крестцовой зоны и обрабатывалась область печени то есть вот эти процедуры настолько просты что любой из нас с вами может эти процедуры выполнить и в домашних условиях тоже продолжая об эффектах до коротко расскажу о вот такой проблеме мужское здоровье да сейчас тоже такая проблема достаточно актуальна и много об этом говорится стали уделять внимание наши руководители здравоохранения на женщин как-то на детей уделяли внимание мужчин так были в стороне нет вот дэнс терапия позволяет воздействовать и помогать при нарушении эректильной функции в комплексном лечении воспалительных заболеваний мужской половой сферы ну и конечно стресс до антистрессовая терапия здесь тоже может мужчинам помочь в качестве примера я привожу еще одно исследование применялась дэнс терапия в комплик в комплексном лечении эректильной дисфункции при хроническом простатите да то есть это воспаление предстательной железы очень распространенное заболевание и опять же вот если даже бегло посмотреть на черные и ну такие сиреневые наверно цифры то видно что практически в два раза где-то даже больше показатели улучшаются это и оценки эффективности эректильной функции по международным опросникам да и специальные тестовые системы для оценки этой функции это а международная оценка симптомов хронического простатита и показатели инструментального исследования да то есть лазерная доплерография да то есть показывает кровоток в области мужских проблем да и соответственно этот кровоток улучшается более чем на 35 процентов когда дэнс терапия включается в рецептуру лечения таких пациентов если продолжать о здоровье то женское здоровье следующий у меня раздел здесь что важно конечно это применение дэнс терапии в комплексной программе профилактики и лечения воспалительных заболеваний женской половой сферы и бесплодия аппараты дэнс терапии могут применяться у беременных да то есть нет противопоказаний у этого контингента наших женщин и в качестве примера я приведу одно исследование оно было выполнено достаточно давно уже в одесском государственном университете медицинском 167 женщин принимали участие в этом исследовании в различные сроки беременности от 6 до 22 недель и посмотрите практически у всех пациенток уве врачи определили улучшение сна улучшение настроения вот уменьшение вот этих симптомов апатии тревоги до депрессии надо женщины беременной подвержены таким проблемам снижается тонус матки то есть снижается риск да вот самопроизвольного прерывания беременности практически все женщины беременность выносили до родили детей да и вот эти 167 женщин до в одессе которые вот нам как раз тоже в исследовании показали эффективность дэнс терапии вот такой достаточно сложной категории но не сказать больных да ну наших женщин ну и еще один аспект это дэнс дэнс и детская практика до педиатрия я уже говорил о том что аппараты можно применять в любом возрасте с практически самого рождения и конечно это огромный спектр проблем детских это ну то что вот повседневно повсеместно встречается это какие-то простудно-аллергические заболевания конечно очень неприятный вот этот раздел детская неврология ну и вот в логопедии тоже широко применяются аппараты дэнс терапии надо сказать что очень многие логопеды с удовольствием применяют наши аппараты в своих логопедических методиках наряду с со своими там упражнениями там да то есть то что им требуется для постановки звуков до у различного контингента да и детей кстати у взрослых тоже и вот в качестве исследований примера такого я вам приведу исследование которое проводилось в москве в одной из клиник с для детей с нарушениями центральной нервной системы задержками психоречивого развития детского церебрального паралича исследование тоже проведено было достаточно давно на тот момент в этой клинике пролечено было 1700 детей и логопеды которые применяли дэнс терапию таких детей отметили и улучшение в состоянии мышечного тонуса органов артикуляции и увеличение объема артикуляционных движений увеличение объема зрительного восприятия и посмотрите что мне тоже кажется таким достаточно интересным это повышение самоконтроля ребенка и врачи и педагоги которые с этими детьми работают отмечают когда дети получают процедуру дэнс терапии они более так сказать обучаемы они легче поддаются каким-то воспитательным воздействием они более усидчивые они воспринимают лучше какие-то знания информацию новую дату здесь и становится вот как мы говорим с таким более высоким уровнем самоконтроля думаю что для каких-то семей это проблема тоже может быть достаточно актуальной для того чтобы повысить общую эффективность дэнс терапии аппаратом дэна с пкм что можно порекомендовать конечно обучение прежде всего и освоение новых возможностей это освоение возможностей аурикулярного воздействия аурикулотерапии и мы учим это этому на своих школах это применение комплекса воздействия включая аппарат и лечебную одежду на 20 на 30 процентов усиливается эффект дэнс терапии когда мы подключаем воздействие нашими лечебными одеялом и жилетом и включение в рецептору дэнс терапии так называемых биологически активных точек и зон которые воздействия на которые помогают нам эффект увеличить где же мы сможем увидеть и найти информацию о тех возможностях этих зонах которые могут нам помочь усилить эффекты дэнс терапия я хочу прежде всего вас так сказать ну вот направить к базовой такой книжки да это такой фундаментальный труд практическое руководство по динамической электронейростимуляции вот в этой книге написаны основные позиции положения о методе дэнс терапии описаны характеристики зон воздействия и даны методики воздействия при наиболее распространенных заболеваниях книга конечно будет прежде всего интересно тем кто хочет применять дэнс с максимальным эффектом с максимальной эффективностью и пользоваться не только готовыми программами которые уже предустановлены в аппарате но и самостоятельно выбирать себе параметры стимуляции создавать для себя для своих близких людей индивидуальные программы лечения безусловно я хочу напомнить вам о том что компания фаберлик совместно с медицинским центром дэнс организовала и проводит многоуровневое медицинское обучение и консультантов фаберлик и пользователей наших до клиентов и потенциальных клиентов по наиболее эффективному применению применению аппаратов для динамической электронеростимуляции это действительно многоуровневое обучение это может быть простейшие презентации для клиентов они могут строиться по принципу информации о аппаратах и о методе да то есть такое первичное знакомство да такая азбука дэнс терапии первичная или эти презентации тематические могут быть то есть они могут строиться исходя из проблемы да то есть применение аппаратов при например патологии порно-двигательного аппарата или при заболеваниях неврологических там сердечно-сосудистых и так далее в зависимости от потребностей той или иной аудитории которая заказывает вот такое обучение и вот на такой школе мы расскажем коротко о возможности которые нам дают все аппараты дэнс терапии в лечении той или иной патологии ну и высшим так сказать уровнем обучения являются курсы тематического усовершенствования для медицинских работников которые мы проводим совместно с уральским медицинским университетом то есть мы проводим их эти курсы уже по принципу официального после дипломного образования и в этом случае врачи медсестры фельдшера которые прошли такой курс получат удостоверение медицинского университета о прохождении цикла тематического усовершенствования то есть это уже такое официальное государственное после дипломное образование медицинских работников ну наша идея мы всегда так работали и сейчас продолжаем работать ни одной продажи без обучения до любой человек который приобрел аппарат должен иметь возможности об аппарате получить полную информацию это могут быть и школы это могут быть и вопросы в обратной связи это могут быть вопросы по телефону заданные до в медицинском отделе в медицинский отдел то есть наши специалисты готовы вам полную информацию дать и так сказать вот завершая вот этот раздел эффективности я просто подытожу да вот с начала освоения и разработки метода дэнс терапии до это с 2004 по 16 год на сегодняшний день защищено 29 кандидатских и докторских диссертаций с участием метода дэнс терапии выпущено 25 методических рекомендаций для врачей для применения у пациентов различного профиля и опубликованы выпущены четыре монографии по динамической электронеростимуляции вот на этом основная часть моей презентации завершилась но наверное самая главная информация которая нас на сегодняшний день наверное с вами будет всех волновать это где же взять аппараты как его максимально так сказать эффективной выгоды для себя приобрести обратите пожалуйста внимание компания faberlic с 28 апреля по 4 мая объявляет супер акцию для аппарата дэнас пкм артикул 77 520 только на эту неделю с 28 апреля по 24 мая установлена цена для аппарата дэнас пкм 9999 рублей вот с этого момента да вот с этой минуты мы с вами еще раз повторяю находимся в прямом эфире эта акция запускается и до 4 мая вы имеете возможность приобрести аппарат дэнас пкм по этой супер выгодной цене я уже вижу вопросы да то есть мне уже поступили вопросы то есть я конечно прежде всего хочу поблагодарить наших слушателей которые сегодня принимают участие в нашей передаче в нашей трансляции задают свои вопросы мне очень приятно что аппараты пользуются интересом до вызывая такой интерес и для меня например как для врача это однозначно говорит о том что вы не равнодушны к своему здоровью а это главное без этого вообще невозможно ни одно лечение да мы отвечаем за свое здоровье насколько мы себе готовы позаботиться от этого и будет зависеть уровень здоровья каждого отдельного человека и то что вопросы есть их очень много я конечно ну очень рад этому я сразу хочу сказать что вполне вероятно сегодня я не успею ответить на все вопросы я предполагаю что и будет достаточно много но также как и прошлый раз мы все эти вопросы тщательным тщательнейшим образом рассмотрим разберем и если на какие-то вопросы я сейчас не отвечу то мы обязательно всю эту информацию то есть ответы на все эти вопросы выложим на сайте то есть будет возможность всем посмотреть ответы на свои вопросы поэтому сразу извиняюсь заранее если на какой-то вопрос я сейчас не отвечу ну давайте начнем по порядку и начнем с вопросов можно ли аппарат дэнас пкм шестого поколения использовать лечение сразу двух заболеваний двух курсов разных заболеваний проводить одновременно вы знаете я в принципе но наверное нет каких-то больших ограничений по так сказать лечению сразу больших большого количества заболеваний и особенно это актуально если это неотложное состояние да вот если человек но условно говоря там его придавило там чем-нибудь тяжелым и у него на от страха там случился инфаркт у него и травма и инфаркт то конечно мы лечим и это и это и это и все это делаем одновременно но если мы говорим о хроническом заболевании если вот здесь имеется ввиду в этом вопросе как мы говорим букет проблем да и это есть и другие проблемы есть то я все-таки советую решать эти проблемы последовательно то есть вы выбираете наиболее актуальную проблему наиболее та которая вызывает больше каких-то неудобств да и рисков лечет для здоровья помогаете по этой проблеме получаете курс лечения делаете перерыв и затем приступаете к воздействию на другую проблему вот этот подход наиболее целесообразен при хронических каких-то проблемах родинка на глазах можно ли воспользоваться аппаратом значит ну в принципе если это какое-то локальное вот скажем да образование то вы можете так установить аппликаторы да что вы не попадете на эту родинку например да и где-то рядом будете воздействовать но я хочу сказать что вот эти скажем какие-то родинки не являются противопоказаниями для денсотерапии единственное ограничение которое мы советуем в этом случае не двигать аппарат по этому в этой зоне да то есть работать в этом случае стабильно да то есть не двигать аппарат по вот этой родинке после перенесенной болезни лицевого нерва можно ли проводить лечение на лице но тут не можно тут нужно да причем чем раньше тем лучше вообще-то тяжелое заболевание да вот пары с лицевого нерва и конечно чем раньше мы начинаем работу тем лучше и получаем результаты но у нас есть принцип лучше поздно чем никогда то есть если это уже было давно то тем более ну как-то сложно сейчас вот как-то да решить с одной процедурой эту проблему но тем не менее воздействовать необходимо и вот эта патология лицевого нерва является показанием для динамической электро нейростимуляции выступили вены на ноге да сопровождаются болью судорогами но у нас есть относительно противопоказания для денсотерапии вот на эти варикозные вены аппарат не ставим да то есть вот на сами эти узлы вот на эти вены но работаем по пояснично крестцовой зоне работаем на области стоп обязательно обрабатывается область печени кишечника более подробно вот эти методики конечно мы даем на наших первичных школах они прописаны в руководстве по денс терапии конечно да но в этом случае аппарат тоже показан для таких ситуаций как примерять программу скрининг как быстро выявить проблемные зоны тоже тема специального раздела на наших школах скрининг эта программа в дэнас пкм которая позволяет нам найти вот так называемые триггерные зоны зоны проблемы зачем их искать для того чтобы на эти зоны оказать дополнительное воздействие аппаратом же да то есть принцип какой нашли проблему диагностировали эту триггерную зону и дальше обязательно воздействие с уже скорректирующим с лечебным фактом да на вот эту триггерную зону скрининг проводится в автоматическом режиме да аппарат работает пять секунд в этом случае это время установлено автоматически и соответственно мы проводим оценку тестирования на скажем симметричных зонах да это может быть например зоны на лице 6 точек это могут быть зоны паравертебральные рядом с позвоночником расположены то есть мы поочередно с одной стороны на другую переставляя аппарат проводим вот эти скрининг процедуры анализируем показатели цифровые которые нам аппарат покажет виде показателя дельта и лт сравниваем на одном уровне правую и левую сторону находим пару в которой значение максимально отличаются друг от друга до справа и слева вот эта разница максимальная вот эта зона и будет триггерной и дальше 5 минут 77 герц комфортная мощность обрабатываем вот эти триггерные зоны протрузия дисков пкм поможет или нет ну протрузия дисков ситуация сложная до болевой синдром присутствует к сожалению дальше этот процесс идет в сторону развития грыж межпозвонковых и но к сожалению опять же это ведет к либо необходимости оперативного вмешательства либо иногда к потере функций до которые из этого участка спинного мозга иннервируются поэтому задача остановить вот этот процесс и убрать вот эти проявления вот этой протрузии диска это болевые синдромы это нарушение иннервации конечности могут быть это может быть нарушение функции внутренних органов при этом состоянии значит соответственно вот с эффектами которых я вам говорил до дэнс терапия в этом случае может помочь таким пациентам но конечно если мы говорим о такой хронической застарелой проблеме то мы конечно с вами должны иметь длительное курсовое применение в виду да то есть это делается достаточно все длительно и в этом случае конечно аппарат обязательно должен быть дома гипоксию аппаратом лечить у новорожденного конечно можно да это нет возрастных ограничений другое дело что конечно здесь тоже нужен комплекс естественно воздействие все что педиатры назначили в этом случае да а вот наши профилактические программы наши такие иммунные до программы воздействия на к для коррекции иммунной системы конечно таким деткам абсолютно показано аппарат упал и что-то отломилось но он работает может ли пользоваться аппарат 2003 году приобретался но скорее всего это был аппарат дэнс да это самая первая наша модель аппаратов там в нем конструктивно были применены такие специальные конструкции которые могли ломаться да вот чашечка вот этого не буду я вас грузить так сказать всеми техническими возможностями но это не влияет на работоспособность аппарата тем не менее конечно я бы советовал все таки но как то подумать о приобретении какой-то более новой модели потому что конечно с третьего года по семнадцатый год за 14 лет уже вы видели сегодня в презентации сколько произошло изменений и сколько новых дополнительных возможностей соответственно несут наши новые модификации но если он работает все делает то пожалуйста можете продолжать пользоваться и своим аппаратом очки образуются довольно видимые отеки нижних вен что это значит это значит одно что вы передавили себе глазки да то есть аппарат вернее вот этот наш выносной электроды нас очки да имеет вот резиночку для фиксации этого электрода на лице нужно так его фиксировать чтобы он с одной стороны плотно прилегал к коже вокруг глаз но с другой стороны чтобы это не было такого сильного интенсивного механического давления на ткани вокруг глаз да потому что все таки надо сказать что вокруг глаз очень нежная кожа и конечно давить на нее механически нежелательно при этом я еще рекомендую применять минимальную мощность воздействия то есть это по сути там от трех до пяти единиц мощности при этом вы будете но практически не будете испытывать никаких покалываний да но аппарат работает стимуляция идет и вот этой малой мощности с механическим щяжением вполне достаточно чтобы получать эффекты через аппликаторы мощность добавляют не чувствую идет ли лечение но знаете чтобы проверить работает или не работает ваш аппликатор да значит обратите пожалуйста внимание то есть если вы я возьму тоже аппликатор если вы работаете да вот здесь есть только проводящие дорожки да значит вы просто можете подключить аппарат к электрод к аппарату да выбрать любую частоту стимуляции он постепенно начинает задавать мощности какими-то чувствительными участками например это может быть просто кисть ладонь до пальцы замкнуть электроды так чтобы две минимум дорожки касались вашей кожи и вот в этом положении вы просто почувствуете покалывающие ощущения да и если вы его эти ощущения испытываете вы понимаете что аппликатор работает кабель работает аппарат работает вы уже этот аппликатор можете фиксировать на ту или иную зону куда вам необходимо воздействовать и для этого уже как раз тоже больших на мощности не надо мы советуем там 15-20 единиц мощности применять через вот эти наши выносные устройства электрод при облысении для улучшения роста волос да почему нет очень хорошо до электролечение для стимуляции вот таких спящих до волосяных фолликулов если они еще есть но спят да значит можно их им помочь проснуться да и соответственно выдать какие-нибудь там пушки пушковые волосешечки да еще раз почему то у меня попало про это как два видимо вопроса для подтяжки овала лица но немножко не торопитесь да здесь у нас будет с вами возможности мы конечно расскажем да чуть-чуть о косметологии тоже с вами поговорим в следующих программах и и соответственно я хочу напомнить нашу акцию в завершении вот на вопросах вот которые мне сейчас передали на сегодняшний момент все я еще раз повторяю что на все вопросы мы ответим с вами получим ответ в письменном виде то есть наши врачи обязательно на все вопросы ответят которые у вас будут и на сайте в эту информацию увидите я возвращаюсь к нашей акции с 28 апреля по 4 мая всего одну неделю стоимость артикула 77 520 установлена в размере 9999 рублей я благодарю вас за внимание я был очень рад с вами увидеться я надеюсь что вы получили полезную информацию я надеюсь что вы будете посещать наши медицинские школы и специалисты медицинского отдела очень подробно ответят на все ваши вопросы и расскажут о методиках лечения всех интересующих вас заболеваний на этих школах и желаю вам конечно здоровья и до новых встреч